В Минске прошли соревнования по дрэг-рейсингу. В каждом из заездов участвовали два автомобиля. Они должны были набрать максимальную скорость на дистанции 402 метра, то есть четверть мили. Казалось бы, ничего необычного, если бы ни одно обстоятельство. Трасса в этот раз была проложена по взлетно-посадочной полосе действующего аэропорта. Георгий Гривин и наблюдал, как летели на всех скоростях. Смотришь на эту свежеиспеченную трассу для дрэг-рейсинга и не покидает ощущение, где на месте авто должен быть кто-то другой. И действительно, вот они, владельцы территории, скромно стоят в сторонке, словно знают гости временные, просто им тоже хочется полетать. Настоящий хозяин этой взлетно-посадочной полосы, самолет в точке отрыва, достигая скорости примерно 400 километров в час. У этих летчиков на финише скорость около 200. Не взлетят, конечно, но стремление похвально. Дрэг-рейсинг – забава исторически американская, но погонять на перегонки – это в крови у всех водителей, невзирая на паспорт. А потому эти простые правила – две машины, четверть мили или 400 километра, кто быстрее, тот и выиграл, прижились по всему миру. Вот и Дмитрий Бычек, как только дрэг-рейсинг пришел на постсоветское пространство, купил себе Ауди 200 90-го года выпуска. Годы упорной работы в гараже сделали из автоветерана, авторекордсмена. Турбонагнетатель в раза 4, наверное, больше, чем оригинальный заводской стоял Плюс. Соответственно, чтобы зажечь эту смесь топливо-воздушную, очень модное зажигание стоит, очень мощное, хорошее. То есть в результате мы с 220 прыгнули до 930 лошадиных сил. 930 лошадей под капотом. Очень сильно удивляются гаишники на техосмотре и соперники на трассе. Максимальная скорость расчетная у него вообще космическая, но как бы 402 метра мы проехали, на финише у нас была 234 скорость. Впрочем, здесь почти каждый в своем роде самоделка. Тюнинг, в принципе, не обязателен, но без него на трассу, как правило, не выезжают. Это все равно, что женщине выйти в свет без макияжа. А это один из самых волнующих моментов, освещенный американскими фильмами ритуал старта, которые, увы, вытесняют бездушные светофоры. Но все-таки, что все эти жесты значат? Вы должны вначале указать направо, да, потом налево, затем готовить вверх и опустить полот. Возможность промчаться по взлетке привлекла многих. Кто-то отложил семейные дела, кто-то работал, а у кого-то гонки и есть, и семья, и работа, и стиль жизни. Философия – это готовиться по нескольку месяцев к соревнованиям и надеяться, рассчитывать, что машина не поломается на старте, да, показать хороший результат. И после этого, если еще на своем ходу вернуться к себе в гараж, это уже хорошо. Своим ходом разъехались все, пообещав еще раз непременно вернуться, если, конечно, самолеты снова пустят полетать. Георгий Гривин и Игорь Мичкин, Дмитрий Доводенко, НТВ, аэропорт Минск-1.